Да, вы в последнее время. И какое влияние, собственно, они на них же и оказывают. Давайте разбираться с этим. Ольга Хайдукова, психолог у нас в гостях. Здравствуйте. Да, приветствую вас, Ольга. Ну, правда, распространенный такой и маркетинговый ход на самом деле с помощью таких флешмобов. Можно привлечь новых покупателей на тренинги. Я делала недавно с этими именами, с надписями на бутылках. Это же выпустило очень большой флешмоб в соцсетях, где комбинировали какие-то надписи, получались какие-то фразы. Ну, и имена, например. Весело и продается. Это правда. В чем суть? И на самом деле же есть с точки зрения психологии объяснение эффективности вот этих инструментов. Ну, стоит тут отметить, что флешмоб как такое социальное явление было так названо, изучено, и, в общем-то, люди таким начали заниматься действием не так давно, да, меньше десятка лет назад. Я не помню, к сожалению, сейчас автора, который выпустил книгу, который описал как раз такой новый способ коммуникации между людьми, да, куда, собственно, и входило такое обозначение, как флешмоб. Да, это такое собрание толпы. И, в общем-то, основная такая характеристика и основное стремление людей, которые участвуют в флешмобе, это, ну, побыть вместе, побыть в толпе, присоединиться к толпе. Ну, то есть это общество одиноких людей можно сделать? Не обязательно. Ну, в общем-то, большинство людей нуждается в том, чтобы быть поддержанными, да, даже почти все. Не отличаться от остальных? Я думаю, что какое-то одно действие, которое социально одобряемое, которое совершает какое-то большое количество людей, очень, ну, так, в общем, поднимает дух принадлежности к чему-то, да, принадлежать к какой-то толпе, к какой-то идее. Если, ну, там, по сути, флешмоб уже изначально они были такие в оффлайне, да, помните, там, собирались, в интернете договаривались какие-то люди совершать какое-то общее действие в определенное время. Ну, например, замирать. Помните, да, такое было? Включать свечки. Да, или включать свечки, или вместе, там, не знаю, в горсаду, там, начинать танцевать, например, да, в Одессе очень много, это движение такое было развитое, много людей принимало участие. Вот, со временем флешмоб пришел в соцсети, потому что, ну, мы проводим много там времени, это важная часть нашей жизни, и, соответственно, форма, которую флешмоб начал приобретать, это скорее такое послание. Да, начиналось, в общем-то, есть флешмобы такие фановые, интересные, веселые, где люди какие-нибудь челленджи делают для того, чтобы испытать себя, проверить на прочность. Более того, вот тут, помните, флешмоб такой очень яркий, где люди обливались холодной водой. Ice Bucket Challenge, да? Да. Как-то так он назывался. Да, да. По сути же, суть этого флешмоба была в том, чтобы привлечь внимание общественности к заболеванию генетическому, для того, чтобы люди про это начали говорить и перечисляли деньги ученым на то, чтобы исследовать, собственно, это генетическое нарушение. И чем эта история закончилась? Вы помните, все-таки собрали деньги необходимые? Я точно знаю, что собрали. Некоторые группы ученых, собственно, на этих деньгах, на этом финансировании сейчас изучают. То есть эффективное все-таки. И если правильно использовать так называемый маркетинг социальных сетей, то можно извлекать из него пользу? Думаю, да. Более того, как раз флешмоб это такое, знаете, безусловно, всегда есть тот самый первый человек, который его запускает. Ставит хэштег и придумывает какое-то очень звучное формулирование послания. Можно говорить тогда и о том, что это не послание, а манипуляция, например. Если преследуется какая-то цель, например, собрать средства на что? С точки зрения того, что все, что мы превращаем в действие, это каким-то образом манипуляция пространством, обстоятельствами и цель изменить положение вещей. Например, то, что мы собрались с вами в студии сегодня, это тоже у каждого из нас свои манипулятивные действия были для этого. Друг другом или? Не обязательно друг другом. Вы же знаете, что я приду к вам на эфир. Я знаю, что я приду к вам на эфир. В общем-то, манипуляция в этом смысле носит позитивную коннотацию. Мы знаем, что вы придете сегодня на эфир и знали, какую тему будем обсуждать. Именно, по-моему, мы подготовили сюжет о самых популярных флешмобах, которые известны, по крайней мере, и нам. Возможно, в некоторых мы даже принимали участие. Давайте посмотрим эту подборку, вернемся в студию и обсудим их. Я не боюсь сказать откровенно о пережитом насилии. Женщины и мужчины, ставшие жертвами сексуального насилия или же домогательства, открыто рассказывают свои истории. Под хэштегами «Я не боюсь сказать». Зачастую жертвами насилия становятся дети, подростки, которые боятся рассказать о своей беде взрослым, так и взрослее с подобными уроками жизни. «Не повод убивать» – обнаженный флешмоб в поддержку убитой студентки. В сети его запустили под хэштегом «Это не повод убивать» в поддержку убитой в Москве студентам Бауманки. Девушки публикуют свои обнаженные фото. Участниц флешмоба возмущают, что общество винит в убийстве саму жертву, которая якобы провоцировала своими фото в интернете. Флешмоб, который стал одним из многих способов борьбы за равенство полов. А инициатором, отвлекающим сексуальное, было публичное заявление Нобелевского лауреата по физиологии и медицине Тима Ханта. Ученый сделал неосторожное заявление о том, что разнополые сотрудники нередко влюбляются, и впоследствии женщины плачут даже из-за критики. Ученые рабочие слабого пола не остались в долгу и начали публиковать фото со своим мнением на этот счет. Хэштег «Отвлекающий сексуальное» продемонстрировал уверенность женщин в своей работе и умении контролировать эмоции. Ice Bucket Challenge – флешмоб, направленный на осведомленность о боковом амиотрофическом склерозе. Компания организована в виде флешмоба, в котором люди должны облить себя ведром ледяной воды и сделать пожертвование. Флешмоб набрал широкую популярность в августе 2014-го, благодаря участию многих известных личностей. По правилам, обливший себя ведром ледяной воды, участник акции должен перечислить благотворительный фонд 10 долларов и передать вызов еще трем участникам. В поддержку ветеранов АТО с посттравматическим расстройством в украинском сегменте соцсети стартовал флешмоб «22 Push-Up Challenge». Суть флешмоба – отжаться 22 раза и передать эстафету другому. Выяснилось, что около 22 ветеранов ежедневно кончают жизнь самоубийством. В Украине в начале 2017 года эстафета приобрела массовый характер, и к ней присоединились представители высшего политического руководства и военного командования страны. Акция проходит в поддержку ветеранов, вернувшихся из зоны проведения антитеррористической операции. Акция проходит в поддержку ветеранов. На этом и заканчивается. Когда мы делаем публикации в социальных сетях, многие из нас научились ставить хэштеги, более того, любят это делать. И в этих хэштегах зашифрованы очень разные послания, но какие-то из них становятся такими массовыми, где люди этот хэштег дублируют, повторяют, а какие-то нет. И, в общем-то, это ответ на вопрос, ну, почему? Потому что какой-то хэштег объединяет людей, а какой-то нет. Соответственно, если важно объединиться вокруг какого-то социального явления, нет лучшего и доступного способа, и более доступного способа в современном мире, нежели это сделать с помощью соцсетей. И здесь, ну, есть два важных момента. Первый момент — это выгоды и очевидные плюсы того, что эти флешмобы обнажают важные темы, которые скрываются, о которых не принято говорить. Они меняют отношения людей. С другой стороны, это показывает в том числе, что этой новой темой можно каким-то образом, ну, как-то так вот эту тему, в общем, обсуждать, что, в общем-то, вместо того, чтобы поднять резонанс, дискуссию общественную, да, мы не готовы слышать. Потому что, ну, если мы возьмем вот эти флешмобы, которые были упомянуты в сюжете, на самом деле важные темы поднимаются, правда? И точно две очевидных выгоды об этом говорят. Соответственно, эта тема становится легальной для обсуждения. Второе — это меняет отношение людей. Ну, то есть все больше людей задумывается о том, почему я именно таким образом к этому отношусь, да, был ли у меня такой опыт, был ли я с другой стороны насильником. А вот что важно, что человек задумается или что он все-таки присоединится к флешмобу, потому что не всегда это одно и то же? Я думаю, тут сложно оценить, что важнее. Я в таких флешмобах не участвовала, но я наблюдала это, и, безусловно, очень многие истории мне откликнулись. Более того, многим историям я сопереживала. По той причине, что ту энергию, которую я, ну, которая поднимается в тот момент, когда я эту тему обсуждаю в оффлайне, да, я аккумулирую на действия, направленные на собственную жизнь больше, да. И вот тут вот второй момент. С одной стороны, это пространство, ну, например, если мы возьмем эти флешмобы, да, это пространство для жертв насилия высказаться. С другой стороны, многие жертвы насилия высказывались впервые вообще об этом опыте. И это своего рода такой вуайеризм, да, или такая очень, может быть, небезопасная, травматичная ситуация для жертвы насилия про это говорить, потому что, опять вернемся на шажочек назад, потому что многие люди не умеют слушать и слышать, да, начинают делиться собственным мнением, собственной оценкой. И, в общем-то, мы давно выяснили, что интернет — не самое безопасное место для того, чтобы, ну, что-то такое очень личное, да, туда, в общем, вываливать, тем более на всеобщее обозрение. Потому что как поддержку там можно найти среди друзей, среди незнакомых людей, среди людей, для которых эта тема очень важна, да, или просто они наблюдатели, но очень сочувствующие, сопереживающие. Но также там можно нарваться на тех, кто будет за счет вот этой уязвимости, да, пользователя, который делится этой историей, наоборот, отыгрывать какие-то свои личные вещи. Вместо поддержки, например, будет порицать, ругать, выдвигать какие-то сумасшедшие фантазмагорические идеи на тему, почему это случилось, да. Там сама виновата, например. Ну да, и с какого-то момента любой такой массовый флешмоб превращается просто в дискуссию, в несколько точек кардинальных зрения. Ну, возможно, и эта цель тоже. Ну, это, ну, цель. Вы понимаете, что точно любая тема в обществе, которая поднимается, она всегда имеет тех, кто, ну, в числе тех, кто обсуждает эту тему, противников и тех, кто поддерживает. И так, в общем-то, на протяжении всей истории человечества любая тема вызывала дискуссию. Вопрос только в дискуссии самой. Там еще какое-то время назад для того, чтобы создать эту дискуссию общественную, да, необходимо было какое-то специальное место, где люди собирались. Например, люди, которые, правда, разбираются в этой тематике. Какие-то, не знаю, какие-нибудь психологи или там ученые или конференции какие-то, да, это такие, в общем-то, безопасные места для обсуждения таких тем. А интернет нет. Ну, про ответственность, да? Да, вот как раз именно ответственность. Ее практически в интернете нет. Никакой, грубо говоря, моральной ответственности нет. И там люди себе больше позволяют. Потому что не боятся жесткой реакции. Иногда просто можно, ну, бывает всякое, может, за неправильное слово или высказывание и получить, скажем так, да, в социальных сетях этого не произойдет. Ну, забанят, да, там, какой-нибудь тролль. Ну, забанят, это не страшно. В следующий раз в другое присоединится сообщество. В реальной жизни это себе люди не позволяют. Вот это безответственность. Меньше, скорее, позволяют, Никит. Позволяют, но просто меньше. Да, ну, безусловно, да. Ну, позволяют меньше. Вот это безответственность. Меняет сам формат дискуссии? Может она обесценивать, не важно что, не важно какой разговор, не важно какую тему? Я думаю, что тут важный еще момент. Все равно за каждым пользователем есть реальный человек. И, в общем-то, говорить совсем о безответственности, конечно, это неправильно. Потому что я, когда публикую что-то в интернете либо комментирую что-либо, я беру ответственность за то, что я пишу. Да? Но мы говорим как раз о той ситуации. Соответственно, там есть какое-то количество людей, которые эту ответственность расширяют, собственно, и в этой зоне коммуникации. А есть, ну, там, те же тролли или какие-то люди, которые скрываются под всякими никами или просто люди под своим именем, но которые, правда, и в жизни не отличаются особенной ответственностью, да, за высказывания или за какие-то свои действия, поступки. Какой шанс, что они в интернете будут эту этику соблюдать? Безусловно, ну, очень низкий. Залог успешности флешмоба. Вот есть какие-то такие показатели? Мы же понимаем, что в рекламе, например, хорошо продается или даже там в информационных поводах и в новостях. Я бы не путала все же маркетинг, рекламу и флешмоб. Это важно. Есть социальные флешмобы, да, и мы их сегодня обсуждали. Есть, правда, маркетинговые флешмобы, которые поднимают определенные продажи. Сложно сказать, что с помощью флешмоба Мету продается, например, тема насилия каким-то образом, правда? Глупость какая-то, согласитесь. Скорее, здесь речь идет о том, что флешмоб — это то, что мы можем наблюдать в собственной ленте, да. Более того, мы можем присоединяться к нему либо становиться просто наблюдателем. Мы про это будем думать. Мы к этому будем как-то относиться. Какие-то переживания испытывать. То есть это должно быть все-таки что-то социальное и желательно острое. Это должно быть что-то, что трогает. А вот что трогает? Что вас трогает? Меня много чего трогает. Поэтому что-то вас не беспокоит. Поэтому вы будете обращать внимание на то, что задевает лично вас. Да, наверное. Есть какие-то очевидцы, например, болеющие дети. Это наверняка трогает всех, но наверняка не каждый человек готов взять, сесть и об этом прямо сейчас думать. Он пролиснет и не присоединится. Это правда. Но на этом может быть тоже много обстоятельств. Человек торопится. Человек просто праздновает встать ленту. Человек не настолько в этой теме, в общем-то, не настолько в эту тему включен. И я думаю, что самый важный все-таки залог вот таких социальных флешмобов, которые как-то вот эту скрытую такую тему, которая полна разных двухсмысленных интерпретаций, да, как, например, тема насилия, кто виноват, зависит ли от того, женщина в чем одета, или в какое время суток она идет домой, да, в каком состоянии она находится, или все-таки ответственность принадлежит тому, кто выбирает совершить насилие. Да, вот благодаря этому флешмобу большему количеству людей становится очевидно, что, в общем-то, ответственность принадлежит насильнику. И в этом смысле вот эта важная часть, где залог этого флешмоба в том, что это актуально, в том, что это беспокоит, в том, что многие люди имеют в опыте у себя какие-то похожие ситуации, либо им известно про такие ситуации. И таким образом они могут эмоционально присоединиться, да, они могут либо впечатлиться, либо пережить какой-то ужас, да, например, либо злость, ну, там, им захочется поддерживать тех, кто участвует в этом флешмобе активно, да, либо своей историей, либо просто, ну, какими-то добрыми словами. Резюмировать, если в целом флешмоб, это хорошо? То есть не стоит их бояться и думать, вот если все это, мейстрим такой. Что-то по соцсети, это хорошо или плохо? Соцсети — это данность, да, вот это та часть нашей жизни, в которой мы сейчас живем. Которую нельзя игнорировать. Это способ коммуникации, да. Флешмоб — это тоже способ коммуникации, это способ одного человека другому донести какую-то информацию вот таким образом, да, какое-то послание. И в этом смысле это не хорошо и не плохо. Это новый такой формат взаимодействия. И, безусловно, есть какие-то очевидные плюсы для общественной жизни таких флешмобов. И есть, конечно, сложности, с которыми сталкивается и сама организация флешмоба, и сам, собственно, человек, который участвует, да. И вообще эта тема может быть рассмотрена под очень разными компрометирующими углами. Надеюсь, мы сегодня хотя бы несколько из них успели рассмотреть. Спасибо вам большое. Ольга Хайдукова — психолог. Прерываемся ненадолго. Новый гость, новая тема. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин